Вечер церковь, давайте вас дадим славу Богу за то, что он здесь и за то, что он делает великие-великие вещи. Вы можете пока присаживаться. Я на этой сцене приветствую вас еще раз, рада вас всех видеть. И я приглашу сейчас на сцену нашего гостя, может кто-то его уже видел. Он делал объявление, он уже служил нам. Это гость из Нью-Йорка, он приехал. Он служит в самой большой воскресной школе в мире. И служит во многих церквях Германии. Вскоре он открывает свое служение в Эфиопии детям. И я прошу вас поприветствуйте его. Это Инна Кворку. Добро пожаловать. Я рад быть здесь. Это большая привилегия и честь для меня. И я люблю слушать людей, быть среди недели на служениях. Видеть людей на служении именно среди недели. Потому что нам нужно его присутствие каждый раз. Кому нужно его присутствие в среду? Мне нужно его присутствие каждый день. И здесь нет ничего более прекрасного. Я здесь сегодня с вами, чтобы торжествовать с вами. Чтобы поклоняться Всевышнему. И я здесь сейчас. Чтобы представлять молодых людей. У нас здесь молодежная неделя на этой неделе. И Бог делает просто великие, прекрасные вещи. Я верю, что Он призвал молодых людей сюда. Мы говорили о теме «Восстань и сияй». Потому что мы свет миру. И я хочу сделать такое заявление. Много-много лет. Люди, они многие вещи говорили о церкви новой поколении. И о новом поколении. О молодом поколении. Они говорили, что молодое поколение — это то поколение, которое далеко от Бога. Это поколение Которое не знает как молиться. Поколение Которые проповедуют с айпадами Поколения Которые не знают Бога Они много что говорят о молодом поколении И даже сегодня я говорил о отверженном поколении Но сегодня здесь Я хочу вам сказать, что это молодое поколение Оно может изменить Латвию, Ригу Я верю в то, что это молодое поколение Оно поднимет имя Иисуса Я верю, что это молодое поколение Оно принесет изменения в каждую, каждую сферу жизни Я верю, что это будет то поколение Когда мы будем просто имя Иисуса, везде Его И что молодое поколение, оно не боится Это то поколение, которое наполнено Святым Духом Это то поколение, которое здесь Мы как молодое поколение Мы хотим подняться на новый уровень Но нам нужны ваши молитвы Но нам нужна ваша поддержка Можем ли мы об этом помолиться? Давайте встанем Я верю, что это молодое поколение Мы хотим подняться на новый уровень 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 И это имя самое важное И Его имя здесь Мы давайте попросим Духа Святого прийти Чтобы Он говорил наши сердца сегодня Чтобы Он говорил нашему разуму Молодое поколение, оно должно наполнить эту церковь А кто поколение, которое сменит артию? Аллилуйя! Твоя слава, грех, Дух Святой Дух Святой, так жажду я тебе Напомни все, дай видеть небеса Огонь любви Тебе горит вам Бог Святой, небес Твоя слава Давайте вместе петь Давайте будем восхвалять Его Будем петь Духу Святой Будем петь Духу Святой Наше поколение ему нужно Духу Святой Те люди моего возраста Нам нужен Дух Святой И потому что написано не силой Но Духом Святым Духом Божьим Слово Божье, оно говорит That in the last days I will pour out my spirit And your children will prophesy And the young people have vision And the old people will have dreams И взрослые люди будут видеть видение Yes Your presence is the Lord Holy Spirit, Holy Spirit Holy Spirit, you are welcome God is here Бог, Он здесь We still stay in this atmosphere Давайте будем находиться в этой атмосфере I just share something very quick That God put on my heart Я просто коротко поделюсь тем Что Бог вложил в мое сердце I want to read 1 Samuel 16, verse 7 Я хочу прочитать 1 книга Царств 16 глава, 17 стих И отвечал, Сау, слугом своим There is no doubt Do not consider his appearance, his height For I have rejected them The Lord does not look at the things people look at People look at our appearance But the Lord looks at the heart Там говорится о том, что люди, они смотрят на наш внешний На то, как мы выглядим Но Бог, Он смотрит на наше сердце Мы служим Богу сердец Который смотрит на наше сердце Давида его отвергли Но Бог, Он помазал Давида Потому что Он смотрел на его сердце Я хочу в следующие 15 минут Говорить об отверженном поколении И я верю, что Бог будет говорить каждому нам сегодня Вы можете присаживаться Давайте поблагодарим команду поклонения Я хочу поговорить сегодня о Давиде Папа, его отец, он его отверг У него было большое празднование И пророк пришел Чтобы помазать царя над Израилем Но когда он посмотрел на всех сыновей его Он сказал нет И он спросил, есть ли у тебя еще один сын? Да, да, у меня есть Давид Он самый младший Он где-то пасет овец Где-то там далеко Приведи его сюда И это был Давид Который был помазан И он взял это масло И он просто излил ему на голову И Давид Он был помазан Он был царем Израиля Разве это не интересно Что никто бы не избрал Давида Но Бог избрал Давида Потому что мы служим тому Богу Который смотрит внутрь нашего сердца Он не смотрел на Давида Как только какого-то пастуха Он видел мужа Божьего в нем И часто так Когда мы смотрим на молодых людей Мы думаем, они как Давиды Что они где-то пасут овец Но что если Что если Бог хочет использовать молодое поколение Чтобы что-то сделать Я знаю, что здесь есть молодые люди И мы не разбитое, не разрушенное поколение Но мы избранное поколение Потому что Он спас нас Он в нас взял из тьмы И просто привел свой чудный свет Поэтому мы святые и избранные Давид был помазан И этот самый, может, снизший его пункт Он просто перевернул всю его жизнь Я представляю, как ему было больно Когда его папа сказал Я не приглашаю его Но Бог взял его разрушенность И Он помазал его Я верю, что в каждом такой точке надлома Есть поворотный момент Когда есть отверженность Есть исцеление Это от той перспективы, которая у нас есть Но это не тот стих, на котором я хочу сегодня сфокусироваться Я хочу сфокусироваться о втором отвержении Давида Потому что Давида отвергли еще раз И мы читаем это в следующей главе 17-16 И Он говорит, в те дни Филистинляне пришли И каждое утро И каждый вечер Он просто поносил Божьих людей И Голиаф, он просто смехался над сынами Божьими И этот великан, он просто издевался над Божьими людьми В 40 дней 40 дней Он над ними издевался 40 дней Он просто всякие издевки посылал им Но все были в страхе Никто ничего не смог сделать И великан, он просто сказал Кто хочет сегодня сразиться? Но сыны Израиля, они просто боялись И однажды И Давид, он пришел на поле сражения Чтобы позаботиться о своих братьях И он сказал, я сниму голову с этого великана Он был очень смел У него не было какого-то оружия Но он сказал, я его поражу Я просто поражу Потому что никто не будет говорить о моем Боге Он говорит, никакой обрезанный филистинлянин Не будет так поносить моего Бога Кто будет говорить против моего Бога Не интересно ли это Что старое поколение Они боялись Чтобы двигаться Это было новое поколение Которое пришло И сказали, я сниму голову с этого великана Здесь много людей сейчас сидят И мы все встречаем великанов И мой вопрос сегодня к вам Кто ваш великан? И что есть ваш великан? И что он говорит к вам, этот великан? Даже сегодня Великаны в нашей жизни, они издеваются над нами Он спрашивает, где твой Бог? Где твой Бог? У нас всех есть какие-то трудности и проблемы И это как великан, которого мы не можем поразить Это как гигант, с которым мы хотим сразиться, но не можем ему поразить Но сегодня моя молитва Чтобы у нас здесь были люди Кто бы сказал, мы принадлежим к поколению Давида Когда великан он будет говорить, мы не будем молчать Но мы будем стоять смело Потому что мы знаем, что Бог Израиля, Он на нашей стороне Не позволяйте вашему гиганту говорить о вас 40 дней В 40 дней он просто поносил их В 40 дней он издевался над ними Но тогда пришел Давид И я верю, это пророческая картина Даже для этой церкви Когда великаны, они может издеваются об этой церкви Когда люди, они просто издеваются над, смехаются над христианском в Латвии О, это маленькая нация Бог не может ничего здесь сделать О, это у религии какие-то... у этой нации свои религии И я ищу сегодня здесь Давидов, кто встанет и скажет Замолчи, великан Это новое поколение Это новое поколение Которое скажет Голиаф Ты с нами так говорить не будешь И он сказал, я хочу с ним сразиться И что Библия говорит? И там сказали, ты хочешь сразиться? Иди обратно паси своих овец Иди и с ними проводи время Интересно, не так ли? Второй великан Давид, ты хочешь что, сражаться? Этот маленький мальчик? Разве это неинтересно? 1 Коринфянам 1, 27 Он говорит Что Бог хочет взять малых И использовать их, чтобы посрамить великих И Бог хочет использовать тех людей Которые говорят, о, он не может сделать ничего Потому что Бог, он не делит с каждым Не делит свою славу И он хочет использовать молодое поколение И сегодня мы здесь, молодое поколение И поколение Давида, оно не тихое И что Давид сказал? Он сказал, молитесь Ты пойдешь напротив меня сражаться Будешь с мечом Но я пойду сражаться с тобой во имя Иисуса И Бога Израиля И Он избавит тебя, Израиль И породит Голиафа И даст его в мои руки И вот какой наш Бог Можем ли мы быть поколением Давида Которое сражается со своими великанами Давид, он просто взял эту рогатку Прощу И он попал ему в голову И он упал Я верю во имя Иисуса Что сегодня в вашей жизни Великаны, они падают Болезненно падают Заботы, они падают Но это происходит тогда, когда ты скажешь Я иду против тебя во имя Иисуса Это происходит, когда мы восстаем и сияем И причина, почему Давид поразил его Это было из-за одной вещи Он восстал И Он просто встал И он сиял Когда никто другой этого не делал Он просто вышел вперед Когда все остальные, они были позади и тихими Он сказал Я уже поразил льва и медведя Поэтому великан для меня просто обед И вот что интересно Я хочу это показать Это интересно будет Представьте себе вот это меч И в 40 дней Голиаф он издевался Он издевался над сынами Израиля Это то, что иногда дьявол с нами делает Правильно? Но когда Давид пришел И когда он его поразил И он был под его ногами Он взял его оружие Он взял его оружие И он сказал, он просто отрубил ему голову И голова в Библии обозначает авторитет Он просто убрал весь его авторитет И то же самое оружие Что Голиаф он использовал Чтобы пугать сынов Израиля Давид он использовал Чтобы отрубить ему голову И я верю, что мы новое поколение Которое возьмет оружие врага И будет просто отрубить голову врагу Я верю, что мы поколение Когда мы возьмем нашу слабость И мы просто обратим ее в силу Чтобы мы просто поразили врага И отрубили ему голову И мне нравится то, что он взял его оружие И не забудьте о том, что Именно это оружие Голиаф использовал Чтобы сорок дней надсмехаться И страшить сынов Израиля И я хочу говорить в вашу жизнь Что то оружие, что дьявол использует Чтобы вас пугать Чтобы вы взяли это оружие И пошли на этого врага Потому что то же самое оружие Которое над себя опускало Это будет то же самое оружие Которое даст тебе победу Во имя и Сустина Поэтому новое поколение Не будь, не страшись Потому что мы поколение Давида И мы будем светом Мы будем приносить изменения И мы будем снимать головы с врагов И мы будем использовать его оружие Чтобы его посрамить Есть причина, почему я делюсь этим свидетельством Здесь причина, почему я делюсь этой библейской историей Потому что это подходит к моему свидетельству Мои бабушка и дедушка Они были колдунами И Библия говорит, что Это проклятие Длится семь поколений Но это проклятие было разрушено Когда мои родители отдали свою жизнь Иисусу Христу Поэтому я и мой старший брат Мы представляем новое поколение И новое поколение, у которого нет этого проклятия И мы оба проповедники И мы оба служим Богу И мы оба поклонники И враг Он думал, что я буду поклоняться дьяволу И мы просто это перевернули так, что я поклоняюсь Иисусу Дух Святой, приглашаем тебя на это место И то самое оружие, которое враг использовал Чтобы убить всю мою семью Сегодня это мое сильнейшее оружие Потому что я знаю, когда я поклоняюсь Богу Что-то высвобождается в атмосфере Потому что врагу это не нравится И я хочу говорить сегодня к вашим сердцам Что то оружие, которое враг использует Много, много, много лет То оружие, которое он все время использовал, чтобы опускать вас И вы всегда говорили, я не могу это сделать, я не могу Я верю во имя Иисуса Что Бог, он просто обратит это Что ты возьмешь оружие врага И ты просто снесешь ему голову И твоя самая сильная слабость Она станет твоей сильной стороной Может быть, я страдаю от депрессии Но я преодолел депрессию И сейчас это мое оружие И я проповедую Евангелие тем людям, у кого есть депрессия И это принесет спасение и свободу Кто-то из вас претерпел насилие в детстве И враг использует это как оружие Возьми это оружие И просто используй это против него Потому что он будет служить Потому что можно быть служителем, детям И используй то же оружие, которое было использовано против тебя Ты берешь, используешь его против врага Вау Это когда просто самый нижний Самый худший момент Он становится оборотным моментом Новое поколение Свостаньте как Давид И не позволяйте великанам говорить Не позволяйте им говорить Можем ли мы сказать сегодня великанам, остановись Я сегодня спрашиваю, кто великан сегодня в вашей жизни Кто великаном является сегодня в Латвии, в Риге Кто этот гигант Который издевается над нами Который надсмехается над нами Многие из нас Наше прошлое, оно было нелегким Мы здесь, кто люди, они происходят Был в прошлом коммунизм Многие просто сражаются с горечью внутри себя Я хочу сказать, что вы можете использовать то самое оружие Против врага Чтобы проповедовать Евангелие И это просто будет освобождать людей От того, что их удерживает, связывает То же самое оружие Которое опускало тебя Может быть тем же оружием Которое опустит врага И это наше решение Давайте все встанем Давайте все встанем Я хочу молиться о том, чтобы великаны Они сегодня просто упали в наших жизнях Кто верит в то, что мы можем заставить великанов упасть? Кто может в это поверить, что мы можем заставить их упасть? Я говорю о тех, которые 40 лет над вами насмехались Тот великан, который говорит плохие вещи о нас Тот великан, который просто в страхе нас сковывал Эти солдаты, они были просто в страхе И они стояли вот так И никто не мог сражаться И это было на поле сражения Здесь была армия Божия И здесь были филистимляне Но армия Божия не боялись И сейчас как будто так же, что церковь, она молчит Но пришло время, когда приходит время, когда мы перестаем молчать Это время, когда мы говорим, великан У тебя нет силы над нами И позвольте сказать, церковь, новое поколение Я верю, что вы поколение Давида И я верю Что через ваших молодых людей И детей ваших детей Бог, Он принесет изменения в эту страну Я верю, что поколение Давида поднимается Я верю, что Давиды, они уже здесь Давиды, которые все время пасли овец И ему бы сказали Давид, Давид, иди Но я верю, что это поколение Давида, которое просто поразит своих великанов И я хочу сейчас что-то сумасшедшее сделать Я хочу позвать сюда молодых людей Если вы молодые, просто выходите сюда Я чувствую, что-то серьезное, сильное происходит сейчас Всю неделю мы приходили на конференцию И давайте мы сейчас повернемся к нашим родителям И просто мы прострем наши руки Давайте прострем наши руки все вместе И сейчас будем молиться просто как одно поколение Как новое поколение Позвольте сказать, Давиды сейчас перед вами стоят Я пророчески говорю, Давиды сейчас стоят здесь Которые будут снимать головы своим врагам Которые пойдут на поле битвы Которые скажут, что мы пойдем на врага во имя Иисуса Христа Что мы поразим каждого врага Я верю в тот момент, когда мы начнем молиться Что великаны, они будут падать Что великаны вокруг этой страны, они будут падать Кто хочет видеть, как Голиаф просто будет падать в Риге? Я хочу, чтобы видеть это сегодня Аллилуйя Иисус Иисус Его присутствие прямо сейчас здесь Я вижу сейчас великан Я вижу, как он просто боится Во имя Иисуса Мы восстаем против каждого великана в этой стране Мы восстаем против каждого великана в нашей жизни Мы восстаем против каждой болезни Мы восстаем против каждого проклятия Потому что мы, поколение Давида, мы восстанем и воссияем. Мы восстанем, потому что наше время пришло. Вокруг тьма. Но во имя Иисуса мы просто восстаем против великанов. Великаны, падайте. Великаны, падайте. Великаны, падайте. Великаны, падайте. Великаны, падайте. Великаны, падайте. Бог будет использовать новое поколение чтобы просто опускать великанов. Что-то происходит в атмосфере. Великаны, они падают. Jesus! Великаны, падают. Великаны, падают. Великаны, падают. Его имя это победа Давайте проповедовать Рика Давайте провозглашать победу над этой церковью Давайте, давайте Великан и падает Болезнь падает во имя Иисуса Великаны падают Мы поколение Давида. Возьмите и обратите меч против врага. Возьмите этот меч. Давайте все вместе. И просто обрубите его голову. Обрубите его голову. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я верю. Что мы в уверенности. В этой церкви. В этой молодежи. Мы прожим тебя, Господь. Иисус. Иисус. Что-то происходит сейчас в атмосфере. Что-то происходит сейчас в атмосфере. Во имя Иисуса. Цепи, они просто падают. В этом месте. Много из вас, кто молился. Чтобы они принесли пробуждение. Чтобы они принесли изменения в Латвию. Бог послал свой дождь. Бог что-то сделал. И сегодня Бог говорит к вам. Я использую это поколение. Чтобы разрушить все церкви. В этом стране. И в этом месте. Спасибо, Иисус. Пастор. Здесь так много мечт в этой церкви. Так много вещей в вашем сердце. Бог исполнит каждое слово. И каждое пророчество, что Он продоваривает. Все, что Он в этом и пришел. И Он использует новое поколение. Он будет использовать церковь, новое поколение. И каждое слово, оно будет исполнено. Спасибо, что вы открыты для молодой generation. Спасибо, что вы открыты для нашей молодой generation. Потому что вы уже открыты к новому поколению. Чтобы позволить, чтобы мы ввели служение. Потому что из-за вашей открытости. И вы позволили Давиду войти на поле битвы. Чтобы победить Голиафа. И Бог благословит вас за это. Можем ли мы просто воздать славу, Иисусу? Аллилуйя, come on. Come on, come on. You can do better than this. Come on, let's praise Him. Давайте прославим Его. Come on, let's praise Him. Давайте прославим Его. Jesus, Jesus. He's in this place. Иисус, Он здесь. Вы можете присаживаться. Спасибо, ребята. Спасибо вам. Да, спасибо. Давайте, может, поаплодируем. И заодно поприветствуем нашего друга, молодежного пастора, которого вы все уже знаете и любите, Сергея Леонова. Давайте мы поблагодарим Господа за Инока. Давайте поаплодируем Иноку. Он, по-моему, не сказал, ему 22 года. 22. 22. Ну, рекламу. Дай ему рекламу. Он не женатый. Пастор Алексей просит обязательно это подчеркнуть. Ему 22, он не женат. Но меня восхищает тот Бог, который живет в нем. Я шел, спустился вниз, когда мы шли на служение. И я приготовил проповедь, и я думал, что я обязательно должен говорить вот об этом и об этом. Но только когда мы зашли в зал, у меня вот эта проповедь, она как-то так ушла на второй план. И в моей голове, потом начало вертеться один стих из Библии, прославляющих меня я прославлю, прославляющих меня я прославлю, прославляющих меня я прославлю. Я не понимал, что происходит. Это был еще в момент, когда здесь стояла группа прославления. Я не понимал, что происходит. Я говорил, Бог, я вообще об этом не думал. Я хочу о другом проповедовать, я хочу говорить о другом. Но то, что произошло дальше, я нашел это местописание, я начал его читать, и все пазлы сложились. И то, что Инна сегодня говорил, это было как завершающее. Поэтому я не буду долго говорить, я скажу несколько слов, у меня есть внутри молитва, я хочу молиться в конце. Знаете, вчера было потрясающее время, мы вышли вместе с молодежью в город, в Старую Ригу. Там, где гуляют туристы, там кажется такое беззаботное настроение, толпы туристов. И когда Инна взял гитару, девчонки с прославления, с молодежного начали петь, поклоняться. Я вам честно говорю, небеса опустились. И они опустились не так, как опускаются в церкви. Можно быть стопроцентным религиозником, приходить сюда на служение. Я сейчас никого не обвиняю, не осуждаю, я про себя это говорю, я вчера себя так почувствовал. Потому что то, как опустилось небо там, знаете, что я начал говорить? Первая моя фраза, это такое сумасшествие. Я начал, я очень громко сказал, здравствуйте, я русский. Я знаю, как к русским относятся. Я не говорю сейчас про Ригу, я знаю, что в Риге там все нормально. Но очень много туристов. Потом я подходил, Германия там стояла. Англия. И я прекрасно понимаю, я начал говорить, но я очень сильно люблю эту страну. Я люблю Россию, но я люблю эту землю. И я верю, что это благословенная земля. И о чем я хочу сказать? Что такое прославляющих меня я прославлю? Знаете, что такое прославление? Прославление это выйти из зоны своего комфорта. Хорошо здесь быть святым, вообще супер быть святым. Ты здесь, все, аллилуйя, аминь. Но знаете, в чем сила Божья? В том, что ты выходишь из зоны комфорта. Луки 19 глава, чтобы не растягивать время, не открывать все эти места Писания, когда Иисус учит о том, как один господин уходил в дальнюю страну, и он оставлял мины, не таланты, а мины. Там в Матфея таланты, а в Луки мины, это еще меньше, там сумма денег какая-то была. И там есть такая фраза, но они надеялись, те люди, которым он дал эти мины, они надеялись, что он не вернется. Они просили посольства, чтобы он остался в той стране, чтобы он не возвращался, потому что они не знали многие, что с ними сделать. Но были некоторые, которые вышли из зоны комфорта, и 10 мин превратили еще в 10, 5 еще в 5. А одну он спрятал, я не знаю, на что он надеялся, но он побоялся выйти из своего зоны комфорта. И знаете, что произошло? У него забрали его потом и отдали его тому, кто 10. Мы очень часто верим в пробуждение, мы очень часто ждем, мы так привыкли молиться за свое исцеление, за свою душу, за свое сердце. Но представь, если ты будешь полностью исцелен, а жить в проклятой стране. Полностью здоров, счастливый. А будешь ли ты счастливым, если ты живешь в проклятой стране? Если всю свою христианскую жизнь ты только и молишься, молишься за себя, за себя. Господь исцели. Вот тут у меня болит, вот тут меня обидели, я тут хочу вот это, пусть меня обиду, я не хочу держать. Это все супер. Ну а если попробовать выйти из этого служения и в четверг устроить служение там, в городе, даже не обязательно в Старой Риге, а в каком-то районе. Столько молодежи, столько взрослого поколения, столько людей, которые еще даже не слышали об Иисусе. Которые не слышали. Я вчера подошел к мальчишке, ему 15 лет, я начал с ним разговаривать. Я говорю, ты ходишь в церковь? Он говорит, конечно, мои родители ходят в церковь. Я говорю, а ты знаешь Иисуса? И в этот момент я понял, что не многие люди знают Иисуса. Вот эта фраза, она для многих звучит очень страшно. Ты знаешь Иисуса, я начал молиться за Него. Оказывается, люди открыты к молитвам. Оказывается, ты сам себе придумал. Оказывается, страна-то нуждается в молитве. Знаете, можно хаять Россию, можно хаять Америку, хаять свою страну, Европу, можно все, что угодно, а можно благословлять. Можно благословлять, можно нести на руках молитвы. Нести, 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 нести. Я живу в благословенной стране. Я не фанатик никакой, но я верю, что моя страна будет благословением. Благословением. Если моя страна будет благословением, то и я буду благословением. Это же автоматически. Невозможно самому быть благословением и жить в проклятой стране. Так не получится. Если ты чистый и опрятный, то ты не сможешь жить в какой-то разрушенной бараке, я не знаю, в палатке, ты не сможешь быть чистым, там негде помыться, там негде постираться, там физически ты не сможешь, ты будешь грязным. То же самое и здесь, если ты будешь супер духовным, но ты не сможешь жить в этой стране, ты будешь смотреть куда-то дальше, ты будешь всегда искать туда, куда уехать, это будет не твое жилище. Попробуй чуть дальше, попробуй не за себя начать молиться, а за то место, где ты находишься. Знаете, я слышу, мы уже даже христианство превратили в такую странную вещь, и мы друг другу такие сказки рассказываем, что а вот было в 90-е, мы там вот такими были, мы вот такими были, мы вот такими были. Так ничего не произошло, это мы другими стали, мы просто стали другими, не время другое, мы другие, мы другие стали. Знаете, когда мы устраивали первую молодежную конференцию и не было денег, знаете, что я сделал? Я пошел и продал свою машину, просто ее продал и все, моему сыну было два года. И мы потом ездили два года на автобусе с ним, и мы не переживали, мы там одевали его потеплее, садили, но зато провели конференцию. Сейчас, когда я сам себе задаю этот вопрос, и я не знаю, и я не знаю, и не надо говорить мне о том, что сейчас время другое, я другой, у меня слишком много барахла стало, что мое сердце прикипело, и я думаю, это же мое, это же мое. Когда мы покупали здание, я помню, я знаете, как боялся очень сильно, когда мой пастор, он увидел это здание, и он говорит, и я понимаю, что в его голове начало происходить. Знаете, что у пастора в голове происходит? Вера, вот это все, я думаю, Господи, только не это. И на одном из служений, он говорит, нам через три месяца нужна вот такая сумма, и я понимаю, что для тех людей, сидящих в церкви, это нереальная сумма. Всю бытовую технику продали, мы дома, потому что не было даже машины в тот момент. Мы продали все дома. Знаете, в какой-то момент я пришел, сел и подумал, что я реально в секте нахожусь. Я вам честно говорю, я вот сейчас не вру, у нас ничего не осталось. Мне подарили на день рождения новый телефон, даже его продал. Знаете, почему? Потому что я так сильно хотел приходить в свое здание. И сейчас я прихожу в это здание, которое мы купили, и я понимаю, что несколько кирпичиков здесь мои. Я кайфую от этого. У меня сегодня новый телефон, сегодня есть бытовая техника в моем доме. Все есть, все вернулось, ничего не изменилось. Ну, вернее, как изменилось, потому что тот телефон был не очень хороший. Ну, как оказалось, он устарел морально. Сегодня я не смог бы с ним ходить. Бытовая техника тоже уже такая тогда была, это получше сейчас появилось. Оказывается, деньги – это не главное. Деньги – хорошо, деньги – супер. Ну, просто как ты ими распоряжаешься? Можно рассказывать друг другу сказки, а вот мы так, ой, мы жили. А что изменилось? Что изменилось? Можно говорить, вот тогда было пробуждение, а что изменилось? А я знаю, что изменилось. Изменились молитвы, мы перестали выходить на улицы, мы перестали брать гитары, мы перестали петь, мы перестали сумасшествовать там, на улице, мы здесь. Халилуя! Аминь! Давайте будем делать, давайте! Это, наверное, было не от Бога. Не так давно я на первом служении молодежном рассказывал. Поздно вечером мой сын подошел к окну и позвал меня, говорит, пап, там что-то происходит. Я подошел, выглянул, и я сразу все понял, там стоял автобус, и тело лежало перед автобусом. Ну, я понимал, что не очень большое тело, ну, я понимал, что это ребенок, скорее всего. Мой сын не мог уснуть, это очень, почти полночи. Я не мог уснуть. Это вот эти мысли, знаете. На следующий день мы в интернете посмотрели, там выложили видео с камер наружного наблюдения. Ребенок сделал первый шаг на красный свет, ну, быстрый первый шаг. Второй он уже делал на зеленый, бегом. А автобус думал, что он успеет. Как оказалось, водитель разменивал деньги. И на полном ходу, на полном ходу. Ему было 13 лет. Самое страшное, когда я видел до двух часов ночи вот в таком положении над телом стояла его мама. Знаете, такое состояние, ты смотришь, у тебя все хорошо. Потом оказалось дальше, что этот ребенок учился в одной школе, в которой ходит мой сын, в которой ходят еще дети из нашей церкви, еще дети. И не один, я думаю, не один не сказал о выходе, о спасении. Один ребенок. А что если представить, что вот точно так же гибнут сегодня города и страны. Каждый день страна, в которой я живу, она может попасть вот под такой же автобус. Под что-то большое. Какой-то галяв придет и раздавит мою страну. Как Иннок сегодня сказал, если я не поднимусь, кто поднимется? Мы можем думать, что кто-то придет, какой-то мистический человек, появится супермен. Но их не бывает суперменов, это лишь истории, мультики, комиксы для того, чтобы нас раззадорить. Я обычный человек, только я могу встать за свою страну. Я обычный человек, только я могу подняться. Знаете, это такой страшный пример, когда ты смотришь и ты понимаешь, что сейчас ты ничем не можешь помочь. Это все. Сострадание. Очень сложно в этот момент сострадать. Это такое страшное состояние. Но знаете, пока мой город жив, пока моя страна жива, пока живы те, кто рядом со мной, я хочу не себе служить. Я хочу не себе служить. У меня много нужд. Моей семье много нужд. Но я хочу, чтобы моя семья служила кому-то. Библия говорит, прославляющих меня я прославлю. Прославляющих меня я прославлю. Я хочу прославлять Иисуса, чтобы люди видели это. Чтобы люди видели, кому я поклоняюсь. Чтобы люди видели те перемены, которые Иисус приносит в мою жизнь. Я не хочу служить только себе. Я не хочу молиться за свое исцеление. Да, у меня что-то болит. Да, у меня не хватает финансов. Да, у меня еще что-то. Но я так сильно хочу, чтобы та страна, в которой я живу, она была благословением. Я не хочу жить в проклятой стране. Я не хочу жить там, где принимают странные законы. Мы сегодня можем смеяться. Знаете, но каждый день что-то происходит. Я знаю это прекрасно, что когда принимают один закон, под его шумок еще несколько принимают. А потом ты смотришь, откуда это? А вот это от этой же даты. Просто об этом ты не знал, а о другом ты знал. Я не хочу, я хочу играть на опережение. Так надоело жить, когда кто-то что-то делает. Дьявол что-то делает, и лишь потом церковь такая, ой, точно мы же должны были вот это сделать. Ой, точно мы куда-то. Давайте мы будем каждый день стоять за свою страну, за свой город, за ту землю, на которой мы живем. За ту землю, на которой мы живем. Я верю в то, что вот то, что я делаю сейчас, то, что я делаю сейчас, я благословляю Латвию, я благословляю Европу. И для меня это не просто пустой звук, это реально географический сосед. И я не хочу быть человеком, на которого смотрят и говорят, ой, ты русский, от вас можно ждать только проблем. Я понимаю, что я отображаю свою страну. Я прекрасно знаю, как русские ведут себя в Турции, в геолон-инклюзив. Я это же все прекрасно знаю. Я прекрасно знаю, кто такие русские в глазах людей. И я не могу доказать, да нет, я другой, я вот поверьте, я не такой. Я не хочу и не буду даже этого делать. Моя жизнь показывает совершенно другое. Я реально верю в то, что я говорю. Я реально страдаю. И мне больно за то, где я нахожусь и что я вижу. Я не хочу, чтобы вот эти странные люди с радужными флагами ходили здесь. Это же не твоя страна. Послушайте, если я здесь сейчас, я хочу быть благословением. И я хочу верить, что вот это зло, оно через границу к нам не переберется. Я хочу, чтобы, не знаю, куда-нибудь там, ну, Марс или Венера там, ну, пусть, есть ли жизнь на Марсе? Пусть, или да, или где пингвины эти, как их, вот эти, как их на королевские, такие красивые. Вот там классно же, ну, там тем более народу мало. Можно туда. Пингвинов много, народу мало. Знаете, я хочу быть тем человеком, который будет говорить, и который будет прославлять, и который будет молиться. Все, что тебе нужно, просто выйти из зоны комфорта. Все, что тебе нужно, это просто встать. Все, что тебе нужно, это просто сказать, я человек, от которого зависит будущее моего города. Послушай, это так пафосно звучит, нет, это звучит обычно. Так говорит Библия. Так говорит Библия. Бог не может прийти на эту землю сам и начать вот это вот все делать. Он послал тебя и меня, чтобы мы здесь сделали. Ты и я, мы здесь для того, чтобы менять это поколение. Ты и я, мы здесь для того, чтобы менять эту страну. Что я могу делать? Знаете, я вчера увидел, что мы можем делать. Мы ничего сверхъестественного не сделали. Мы просто час стояли и поклонялись в городе. Подходили к людям, проповедовали, и если они разрешали, то мы молились. Многие не соглашались, чтобы за них помолились. Но это же не моя проблема. Самое интересное, когда мы поклонялись, подняли руки и начали просто призывать имя Иисуса на этот город. Это такое сильное присутствие. Такое сильное присутствие сошло. И это всего лишь маленький пятачок в Старой Риге. Маленький пятачок. А еще есть Золитуда, еще есть Иманта, есть Плявники, есть Пурциэмс. Зепникалс. Кингаракс. Ну, Кингаракс там... Кингаракс, он и схожен, но это один из самых благословенных районов этого города. Да, выход на Москву. Не, захнули туда и обратно. Послушайте, сколько районов здесь, в этом городе, которые нуждаются, которые ждут. Люди, которые ждут. Люди, которые ждут. Люди, которые ждут. Города, которые ждут. Страна, которая ждет. Европейский Союз, который ждет. Ждут. Ждут, что мы начнем быть на защите. Ждут, что мы будем стоять и молиться. Я бы хотел, чтобы мы сейчас встали. Знаете, мы будем молиться сейчас за эту страну. Откровение одного человека может изменить нации. Инок является интерном потрясающего служителя Билла Вилсона. Одна его жизнь изменила несколько тысяч жизней детей. Если ты не читал книгу, учесть же это ребенок, мой совет, почитай эту книгу. Один человек, он может изменить многое. Я знаю, что, вот вы можете, я это говорю всегда, когда я нахожусь здесь, и не только, я всегда это говорю. Жизнь пастора Алексея изменила тысячи жизней. Вы думаете просто здесь, вы, ну, понятно, что, ну, вы находитесь в Риге, я-то нахожусь в Сибири. В 99-м году парень, который пришел в самом худшем своем состоянии, первое, что он увидел, первое, что он увидел, это был исход кифа, проповеди Алексея Ледяева. Вот это был вызов тогда. Это было вообще все по-другому. А знаете, сколько церквей сегодня по России, в Казахстане, Украине, во многих странах, сегодня просто даже стесняются сказать, ну, все прекрасно знают, на чьих проповедях росли. Один человек, не изменивший своему откровению, оставшийся до конца. Сколько раз сегодня ты включал заднюю, сколько раз сегодня ты говорил, да не, ладно, это не то. Я вот восхищаюсь пастором Алексеем, я вам правду говорю. Потому что с 90-х и по 2017 год ни одно откровение не отменил. Многие смеялись, многие говорили, пастор Алексей, да хорош уже, но зачем это, но уже все, уже никуда не въездной. Все уже, ну все, остепенили, но уже нет, мы будем идти до конца, нет, это будет. И ты можешь, как говорят на российском телевидении, почему нет сегодня вот такого засилия гомосексуальности и всего прочего здесь в Латвии? И почему здесь является реально, здесь так развито христианство? Думаете, совпадение, как у нас говорят? Я так не думаю. Я правда так не думаю. Пастор Алексей, я бы хотел, ну на самом деле, чтобы мы вместе молились. Пусть это будет как пророчество, пусть это будет как... Многие разрывают сегодня связь между Россией и Европой. А пусть мы будем молитвенной связью. Пусть мы будем теми, кто объединит. Я не знаю, для чего нас, ну для чего... Я не понимаю политику, я не хочу ее понимать. Я священник. Пусть кто-то другой занимается, но я знаю, что молитва может больше, чем указы. Молитва может больше, чем могут политики сделать. Священники могут сделать больше. И знаете, что мы сделаем? Давайте мы сейчас будем, соберем сначала пожертвования. И на основании этого семени мы будем молиться. Мы будем молиться за свою страну. Сейчас мы будем молиться за Латвию. За Латвию. Мое гражданство на небе. Точно так же, как и твое гражданство. Придя на небо, мы не скажем, не скажем, что я из, и там, и откуда-то, из какой-то страны. Но здесь, на земле, это наша земля. Давайте мы запустим сокровищницу. И мы будем, может быть, или как это удобнее, сидя лучше сделать, и потом вставим. Но давайте мы запустим сокровищницу, соберем и будем молиться. Давайте тогда мы начнем просто сейчас молиться на языках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть слава Твоя опустится, Господь. Пусть слава Твоя опустится, Господь. Мы разрушаем всякое проклятие, Господь. Что толку быть и самим исцеленным и жить в проклятой стране, Господь. Мы хотим, чтобы наша земля, эта страна, она была исцелена, Господь. Она была в славе Твоей, Господь. Она была в славе Твоей, Господь. Сверхъестественная слава Твоя, Господь, она наполняла эту землю, Дух Святой. Дух Святой, я прошу Тебя, поднимай сейчас. Поднимай нашу молитву, Господь, поднимай наше ходатайство. Господь, пусть ревность придет в наши жизни, Господь. Я прошу Тебя. Пусть, Господь, идет всякое аморфное состояние, всякое недоверие Тебе, Господь. Но пусть придет эта, Господь, слава Твоя в нашу жизнь, чтобы мы заставили себя выйти из зоны комфорта. Чтобы мы, Господь, заставили пойти себя дальше, пойти, Господь, в новое, Боже, найти для себя что-то большее, чем мы имеем сегодня, Господь. Я прошу Тебя, чтобы каждый из нас, мы согласились быть теми стражами на стенах, Господь, чтобы выходить в этот город, Господь, и чтобы служить этому городу там, Господь, не внутри церкви, а там, за территорией церкви, Господь. О, раба, ща ка та ляма собри, ки та ляма собрия. Дух Святой, пусть Твоя благодать будет над этой страной, Господь. Пусть никакое зло не приключится, Господь. Пусть всякое проклятие будет разрушено во имя Иисуса Христа. Господь, пусть великая слава Твоя, она открывается в этой стране, Боже, в этом городе во имя Иисуса. Господь, мы благословляем правительство, Господь, мы благословляем сейм, Господь. Я прошу Тебя, пусть только богоугодные законы будут приниматься здесь, на этой земле, Боже, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господь, пусть облако славы Твоей покроет. Облако Твоей славы пусть покроет. Во имя Иисуса Христа. Мы не хотим видеть, как погибают люди. Мы не хотим видеть, как страдают. Мы не хотим видеть, Господь, как происходит аборт. Как происходит, Господь, какое-то беззаконие. Мы хотим видеть славу Твою здесь, на этой земле, Боже, во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Пусть придет мир. Пусть придет мир. Пусть придет мир, Господь. Пусть придет слава Твоя. Мир. Мир. Мир, Господь. Во имя Иисуса. Давайте мы поднимемся, поднимем свои руки и будем молиться. Господь, я прошу Тебя, пусть великая слава, великая слава, Господь, она наполнит эту землю. Господь, пусть великая благодать Твоя, она будет здесь. Пусть люди, которые говорят сегодня, что это было когда-то давно, но сегодня это невозможно, Господь. Я не хочу, чтобы мы это говорили. Господь, я прошу Тебя, чтобы мы стали теми людьми, которые скажут, вот я, Господь, и Ты можешь использовать меня. Я хочу быть защитником этой земли. Я хочу защищать свой город. Я хочу ходатайствовать за него. Я хочу благословлять, Господь. Я хочу стоять на улице и благословлять мой город, благословлять мою страну. Я хочу, Господь, служить этому городу. Я хочу, Господь, отдавать себя этому городу. Мне не безразлична страна, мне не безразличны люди. Мне не безразлично погибающее поколение. Я тот человек, который скажет, да тебе, Иисус. Я тот человек, который скажет, Господь, вот я, пошли меня. Я тот человек, который скажет, я отрублю голову этому Голиафу. Я тот человек, на которого ты можешь рассчитывать, Иисус. Мне не безразлично судьба. Я хочу, Господь, достигать. Я хочу достигать это поколение. Я хочу достигать, Господь, тех, кто сегодня погибает. Я хочу останавливать смерть, я хочу останавливать смерть, я хочу быть тем человеком, который будет приходить в самые страшные места и говорить, есть выход, есть выход, есть выход. Я хочу быть тем человеком, который будет приходить на главной площади этого города и будет свидетельствовать, будет прославлять Тебя. Боже, я прошу Тебя, пусть в этой церкви поднимаются люди, которые будут приходить в политику, которые будут приходить во власть, которые будут приходить на телевидение, на радио, в разные источники, которые будут славу Твою высвобождать в интернете, Господь. Пусть слава Твоя распространится в каждом средстве массовой информации, Господь. Я прошу Тебя, пусть слава Твоя изливается, пусть сверхъестественная слава Твоя, она и зальется в эту страну, на эту землю, Господь, во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь, все те пророческие слова, которые звучали с этого алтаря, которые звучали здесь на протяжении всего этого времени, 27 лет, я прошу Тебя, Господь, пусть каждое слово, оно будет отвечено пред Тобой, Господь. Пусть, Господь, каждое слово, оно будет иметь плоть, Господь, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Дух Святой, просто воскресай все пророчества, каждую мечту. Воскресай, Господь, воскресай, воскресай, Господь, во имя Иисуса. Пусть ничего не будет невозможного. Господь, кто-то поверил уже, что это невозможно, кто-то поверил уже, что Он этого не увидит. Но я хочу верить, Господь, что мы увидим пробуждение здесь, на этой земле, не уйдя с нее, не наши дети. Но я верю, Господь, что мы это увидим, мы будем делать это пробуждение. Мы, Господь, здесь, на этой земле. Господь, я прошу Тебя, просто загрей наш дух, чтобы мы уже пошли дальше, Господь. Чтобы мы вышли из этих стен, чтобы мы вышли из обыденности, из зоны своего комфорта. Чтобы мы научились быть жертвенными, Господь. Чтобы мы пошли, Боже, несмотря ни на какие обстоятельства, несмотря ни на какие трудности. Мы слишком многое нашли для Себя оправданий. Но я прошу Тебя, Иисус, пусть всегда будет жажда, пусть всегда будет голод по Твоему слову, по Евангелию, Господь. Чтобы мы шли, 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 Господь. Я прошу Тебя, чтобы каждый из нас, мы нашли для Себя то, чем мы можем служить этой стране. Во имя Иисуса Христа, Господь. Господь, пусть это будут сейчас не просто слова, которые люди услышат и забудут, но пусть эти слова, они проникают глубоко в сердце, глубоко в дух, чтобы там производить свое дело. Чтобы там производить те чудеса, которые, Господь, Ты даешь нам. Во имя Иисуса Христа, Господь, я прошу Тебя, пусть великая слава, великая слава Твоя, она откроется. Боже, во имя Иисуса Христа, мы разрушаем все дела дьявола. Во имя Иисуса. Ура, Мащакая. Камин Аман Амазора. Аман алексора. Амин Амам Роси. Сингулира. Амин Амрес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я слышу в духе эти слова. Есть многие и стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят уже Царство Божие, грядущее в силе. У дьявола свои программы, но у Господа своя программа. Программа восстановления скини Давида. И наступает время реформации, восстановления всех стандартов, которые когда-либо были на этой земле. О, мы готовим путь к Господу. О, гряди, Господь! Во славе своей! О, гряди, Господь! И оживет долина костей! О, гряди, Господь! И пустыня превратится в цветущие сады! Мы стоим в проломе за эту землю. О, гряди, Господь! Поднимите руки! Бог поставил нас, как стражи на стенах, людям возвещать о Нем. Стены — это наша арена, битвы и победы над злом. Бог доверил в наши руки судьбы тысяч людей. Не подведите, не проспите беду у ваших дверей. Стражи на стенах — это велика ответственность. Закрой глаза, подними руки и забудь о своих проблемах. Наша земля нуждается в исцелении. Наше правительство нуждается в исцелении. Наша политика нуждается в исцелении. О, Господь, Ты — Царь всех царей! Ты — Владыка всех царей земных! Ты взвешиваешь царей! Ты ставишь и убираешь! И мы, Господь, просим Тебя, открой небо и вышли ангелов Твоих во самые высокие институты власти. И когда злобный Аман планировал этот страшный террор и геноцид, ты выслал своих ангелов. Они лишили сна этого царя. И там что-то происходило. И мы просим, Господь, разрушь совет Ахитофела! Разрушь совет злобного Амана! Да придет Царствие Твое! Да придет Царствие Твое! И да будет воля Твоя! Давайте соединим руки теперь! Пусть будет единая вера! Пусть будет одна стратегия! Нам не нужна война! Нам не нужны провокации! Нам не нужен голод! Нам не нужны геополитические эксперименты! Мы говорим, Господь! Да придет Царствие Твое! И да будет воля Твоя! На этой земле, как и на небе! Молитесь на языках! Дух Святой ходатайствует через Твою уста! Он ходатайствует через Твою веру! Возвышайте голос на языках! И внуки! Звучит голос на языке! Молитесь в разделе! Возвышайте голос на языке! Пойду в корреля! Вы желаете! Пойду в небе! Пойду в небе! Пойду в небе! Пойду в небе! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 В городе он заплакал, хотя он работал в канцелярии президента и зарабатывал неплохо, и у него и хата была, и социальные программы были все покрыты, но в его сердце была земля. Знаете, о чем хочется молиться? Никто не молитесь, сейчас все слушают, что я говорю. Бог хочет сегодня этот город и эту землю сочетать с кем-то из вас. Здесь столько людей, которые не сочитаны со своей землей. Мы живем в этом городе, мы как потребители, мы используем ресурсы, но мы с этой землей не связаны, и с этим городом не связаны, и с этим народом не связаны. Вы помните, что сказала Наимень? Что Руф сказала Наимень? Он говорит, твой народ будет моим народом, а твой Бог будет моим Богом. То есть, я хочу сочетаться и с твоей землей, и с твоим народом, и с твоим Богом. Вот знаете, о чем хочется молиться? Если ты не сочитан с этой землей, твоя молитва бесполезна. Но если ты сочитан с этой землей, ты будешь плакать, как за самого себя. У тебя кусок в горло не полезет, и ты будешь плакать и сказать, говорить, как однажды тот великий просветитель, дай мне Шотландию, или я умру. Вот давайте сейчас помолимся об этом. И просто попросим Бог, помести в мое сердце мой город. Сочетай меня с этой землей. Я не хочу проклинать эту землю и этот народ. Я благословляю. Я хочу быть частью судьбы этого народа. Патриотизм не связан с национализмом. Патриотизм связан с праведностью. Когда Бог проклял свой народ и сказал, Моисея, уйди. Я его уничтожу. Он сказал, не уйду. Если хочешь уничтожить этот народ, я буду стоять в центре. Бог дай нам такую любовь к земле, к народу и к этой нации. Давайте в следующих несколько минут попросим Святого Духа, чтобы в нашем сердце поместилась наша земля, чтобы мы ее полюбили, чтобы мы посмотрели на нее глазами Божьими. Драгоценный Дух Святой. Я умоляю Тебя в этот святой вечер соверши это венчание. И я прошу Тебя, сочетай мое сердце с этой землей. Сочетай меня с этим народом. Я хочу стать частью Его судьбы. Не только прошлого, но настоящего и будущего. Поднимай поколение патриотов, поколение праведников, которые бы полюбили эту землю, которые бы благословляли ее и стояли бы в проломе. Господь, разрушь всякий церковный эгоизм, разрушь персональный эгоизм, разрушь всякое потребительство. Господь, мы хотим быть благословением для этой земли. Мы хотим стать хисторимейкерсами. Пусть наше служение и наша вера повлияют на исторический ход событий. Ведь Ты же сказал, я создам церковь мою, которую врата ада не одолеют. И что церковь свяжет на земле, то будет связано на небе. Господь, созидай это поколение, созидай эту церковь, которая будет влиять на исторический ход событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте вместе сейчас благословлять нашу землю. Скажи, Отец, во имя Иисуса Христа, Я благословляю эту землю. Я благословляю каждого человека, живущего на этой земле, какой бы национальности он ни принадлежал, какой бы религиозной принадлежности он ни имел, Я благословляю. И пусть Твое благословение сопровождает. Я благословляю всех депутатов, всех чиновников и представителей государственной власти. Во имя Иисуса Христа Ты лично контролируй их работу и убери всех нечистилых от Царя, и пусть престол Его утвердится правдой. И исцели нашу землю, исцели нашу экономику от коррупции, от нечистей и беззакония. Пусть придет пробуждение среди закхеев современной власти и кто кого обидел, пусть воздаст четверо. Останови безумные законы, абортируй их. Во имя Иисуса Христа пусть справедливость приходит в законодательную власть. Во имя Иисуса Христа Пусть придет благословенное время для нашей страны. Пусть происходит возрождение Царственного Священства. Мы благословляем руководителей всех религиозных организаций. Мы благословляем лидеров всех конфессий. соедини их вместе и пусть на одной площадке встречаются священники и цари не для того, чтобы конфликтовать, но для того, чтобы вести диалог и вести сотрудничество для этой земли и для этой страны. Скажи, я благодарю Тебя, Господь, за мирное небо над нашей головой. Я благодарю Тебя за Божьих ангелов, которые стоят на границах моей страны. Я благодарю Тебя за великую судьбу, которую Ты приготовил для моего народа. Я благодарю Тебя за процесс реэмиграции, когда жители Латвии начнут возвращаться, услышав о том, что Ты посетил эту землю и восстановил утраченный стандарт. Я провозглашаю излияние Святого Духа, мощное излияние Твоих знамений и чудес. О, да явится слава Твоя и да возвратится эпоха реформации на этой земле. И пусть всякое колено склонится перед именем Твоим. И пусть каждый язык исповедует Тебя, Господа. Мы готовим путь для Тебя. Гряди, Господь, во славе Своей. И мы просим Тебя да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на этой земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки веков. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Присаживайтесь. На таких служениях я тоже впервые. Такой маленький Магдабука сегодня выступал. Иди сюда. Мне так нравится вот такой. Инох, иди сюда. Инох, Инох. Посмотрите, мы как два родных брата вообще. Как он поет. Мне кажется, он неплохо поет, а? Конечно, если сейчас Леонов Сергеев встанет, всю композицию испортит тогда. Но встанешь обязательно. Спасибо огромное. Спой что-нибудь сейчас. Не уходить, куда вы убегаете всегда. Пожалуйста, вот спой что-нибудь. Мне так понравилось? Just the sun? Да, любви. Summer time или winter time. Что уходишь? Может быть, проект какой-нибудь возьму. Maybe he will. Давай. Спой что-нибудь. Игорь Негода 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 Пожалуйста, кто записался, не записался, записывайтесь обязательно. Кто записался, сдавайте деньги, потому что шашлык надо готовить заранее. На этом объявление, наверное, заканчивается. В воскресенье будет великолепное служение.